Полная и достоверная информация о Республике Татарстан. Информационное агентство «Татаринформ». Давайте тогда по процедуре, как всё это происходит. В настоящее время подготовленное заказчиком техническое задание на разработку оценки воздействия на окружающую среду. Первый вопрос, который должен поставить заказчик, и, соответственно, наверное, мы заказчику должны поставить, и заказчику ответить, это почему именно это место выбрано. Сама оценка воздействия предполагает альтернативность всего. Первое – выбор земельного участка, второе – технологии переработки. И, соответственно, отвечая на вопрос, окончательно она или нет, говорю, что нет. Почему? Потому что сама процедура оценки воздействия на окружающую среду в дальнейшем государственная экологическая экспертиза предполагает альтернативность вариантов. И если в ходе обследования и подготовки проекта с методом документации эксперт увидит, что по каким-то причинам эта площадка не соответствует, только в этом случае будет рассматриваться вопрос альтернативный. Но на суд экспертов и на суд жителей будет говориться, конечно же, не только Осинова, а как вариант. Первый – около Самасырова предполагалось, второй – около Казань-Орсинтеза. Ну и, конечно, для нас, для экологов, при рассмотрении альтернативного варианта вопрос номер один – экологический, потом уже экономический и все остальное. По процедуре заказчик заканчивает на настоящее время рассмотрение предложений по техническому заданию к оценке воздействия на окружающую среду. Дальше по дорожной карте у них разработка самой оценки воздействия. Ну, я думаю, что она уже идет полным ходом. Ну, они должны выйти, как заказчик говорит, где-то к сентябрю уже на госэкспертизу. Общественные слушания вообще как-то повлияют на процесс размещения мусорного завода? Про общественные слушания и повлияние их на какое-то принятие решения? Да, конечно. Вчера была встреча с депутатами Зинатольского муниципального района, как раз пытались объяснить, что здесь нету какой-то конфронтации между населением, между ученными, экспертами. Мы, Ревхатальевич тоже добавил, наверное, тоже много на сегодняшний день вопросов задаем, конкретно по техническому заданию. Их 15 вопросов. На все вопросы мы еще ответ не получили. И, соответственно, если будут не эмоциональные высказывания, просто против не хочу, а уже как-то конструктивные с точки зрения физики, химии, процесса технологии, экологии, естественно, эти все вопросы будут услышаны и заказчиками, и экспертами, и нами. Могу добавить о том, чтобы общественные мнения и население успокоить с точки зрения правильности принятия решения, есть процедура еще независимой общественной экологической экспертизы. Пожалуйста, законодательство, я хочу сказать, что российское законодательство в плане принятия решений и оценки воздействия, оно более продумано даже, чем западное. И поэтому еще раз, на всех стадиях принятия решения общественное мнение будет и должно учитываться. Вот люди на встречах, которых было много в последнее время, обсуждали, поднимали вопрос альтернативы этому мусоросжигательному заводу. Что вы думаете, есть ли, существуют ли альтернативы какие-то? Альтернативы по технологии или альтернативы по системе вообще обращения с отходами? Тоже два вопроса, да? Первый. Все приводят пример к пирамиду. Мы с ней соглашаемся полностью. То есть, завод по термическому обезвреживанию отхода, он должен быть не в начале пути, а в конце, как завершающая стадия. Первый. Раздельный сбор, я уже говорил. Максимальное извлечение вторичных ресурсов. Это вопрос и экологии, и энергоресурсовизбережения. Противники говорят о том, что нету отрасли. Не могу полностью согласиться. Есть молодые предприниматели, которые с нуля начинают. Примеры этому. Компания, которая в Казани, по крайней мере, видим, и это пользуется популярностью. Збор под бутылок. То есть, у каждого подъезда буквально за два года 1200 точек открыто. То есть, рост для предпринимательства, для сбора, извлечения и переработки дальнейших вторичных ресурсов есть. Буквально недалеко от Осинова есть прекрасное предприятие «Экопэд», которое, по-моему, более пяти лет работает на рынке. И не только со всей республики, а всего по ложку федерального округа. Собирает, значит, под бутылки их перерабатывает. Более того, не только получают крошки, идут дальше, получают пленку. То есть, это все есть. Поэтому мы говорим о том, что сама пирамида строится еще раз. Раздельный сбор, переработка и потом уже термическое обезвреживание. Про альтернативу самого завода могу сказать, что есть разные технологии. Да, действительно. Есть пиролиз. Сейчас могу отдельно на этом остановиться. Есть плазменная газификация. Пиролиз у нас на сегодняшний день в трех точках республики уже применен в той или иной степени. Это Верхневослонский район, это на Береженщелны две компании. И буквально на Венчурном фонде одна из компаний, которая вышла из КХТИ, уже в железе реализовала проект пиролизной установки. Но сразу отмечаю, 550 тысяч тонн отходов в год по западной зоне, это цифра, которая должна перерабатываться на заводе. И 500 килограмм в день – это мощность этой установки. То есть, те мощности, которые дает пиролиз, они, конечно, несопоставимы с теми объемами, которые образуются. Пиролиз имеет право на жизнь, но в тех малых объемах, там, скажем, медицинские отходы, опасные отходы и так далее. Поэтому, понимаете, как есть понятие наилучшие доступные технологии, да, как вот автомобиль Евро-1, Евро-3, Евро-4, Евро-5. И та технология, как мы по-разному называем, там, колосникового решетка, сжигание атмосферное, она зарекомендовала себя. И по большому счету, с точки зрения технологии, это в любом случае, как ее не называют, и печка, которая при определенных температурах, 850-1200 градусов, гарантирует максимальное разложение загрязняющих веществ. И то рассеивание в атмосферном воздухе, которое позволит говорить о том, что, я надеюсь, позволит говорить о том, что проблем загрязнения атмосферного воздуха и превышения предельно допустимых концентраций не будет. Естественно, есть вторая, третья, четвертая, пятая ступени очистки, которые, благодаря тому, что общественные слушания будут проходить, благодаря тому, что будут эксперты, надеемся на поддержку науки, а в Казани есть сильная школа химии, физики, позволит нам нормально сделать экспортную оценку и заставить заказчика, или не заставить, а убедить заказчика сделать все максимально для того, чтобы жители поняли этот проект, восприняли его и жили с этим проектом спокойно. Ну, давайте тогда напомним, какие объемы мусора у нас образуются и про мощности предполагаемых завода. Про мощности в Казани? Ну, да. Какой объем мусора у нас образуется, чтобы было понятно? Ну, давайте так, чтобы понятно было, Республика Татарстан в соответствии с территориальной схемой обращения с отходами, которую подготовили наши коллеги Смисровы, делится на две зоны. Западная зона, восточная зона. Мы сейчас говорим о западной зоне, куда входит Казань, как максимальный поставщик отходов. Значит, если не ошибаюсь, количество отходов по Казани более 600 тысяч тонн. Само предприятие 550 тысяч. Здесь заложены цифры, в том числе и раздельный сбор отходов, и все-таки, даже максимально разделяя, мы понимаем, что при Казанской зоне она тоже будет вестись сюда. Плечо, которое на сегодня, противники говорят, далеко и так далее, для современного бизнеса по обращению с отходами, 30-40 километров, это не очень большое. Поэтому вот мощность, проектная мощность заявлена 550 тысяч тонн в год. Заложен? Да. А сюда, на этот залог будет перевозиться мусор только из Казани? Только сейчас сказал, что при Казанской зоне вся будет работать на это предприятие. Основной поставщик, конечно, Казань. Другие регионы? Зеленодольск. И все? Ну, по тому объему, который предприятие готово и может переработаться, то да. А вот жители республики опасаются, что из других регионов будет привозиться мусор на переработку? Нет, зачем? В территориальной схеме обращения с отходами посчитаны все объемы, количество образующихся отходов. Могу добавить о том, что на мусоросжигающий завод, еще раз, будут привозиться отходы уже после переработки мусорной, на мусор перерабатывающей станции. Но практика показывает, что эффективность извлечения отходов, она, конечно же, зависит от нас, жителей Казани, Зеленодольской республики Тарсан, когда мы должны перейти в любом случае на дуальное, двухведерное сбор отходов. Такая практика была, поэтому, мне кажется, она не должна пугать ни нас, ни ученых. Это органика отдельно, все остальное ведро отдельно, что позволяет уже органику, там, скажем, делать биокомпостирование и не выводить ни на полигоны, ни сжигать. И вторую часть максимально извлекать, поскольку мусор уже не так загрязнен, легче извлечения. Примеры есть, у нас уже есть компании, которые идут к населению и уже максимально создают условия для того, чтобы вторичные ресурсы извлекались. Что касается общественных слушаний, там, вот, учитывается мнение жителей поселка Осинова и жителей Слават-Купере? Вчера вот этот вопрос обсуждали, он в юридической плоскости лежит. Насколько я понимаю, референдум ли и все остальное, оно затрагивает тех жителей муниципального района, в которых находятся объекты. То есть, если мы говорим, что Слават-Купере — это Казань, а находится в Зеландовском муниципальном районе, то, видимо, все-таки жители Зеландовского муниципального района. Но есть инструмент, еще раз, общественные экологические экспертизы, которые могут быть как жители Казани, как жители других субъектов федерации, могут привлекаться ученые из Москвы, из других регионов. Поэтому говорить о том, что мы там как-то ограничиваем каким-то образом участие жителей, Казани или всей республики, было бы неправильно. Люди обеспокоены тем, как будет проводиться оценка воздействия этого завода на окружающую среду? Я понял. То есть, речь идет уже об эксплуатации, да? Да. Посмотрите, у вас прозвучало «люди боятся, люди боятся, люди боятся». Ну, вот просто чисто по-человечески, наверное, я, да? Любого здравомыслящего человека спроси, а хочешь ли ты, чтобы некий объект около тебя находился? Ну, наверное, первые эмоционально сказали бы «нет, да?» Стоянка машинная, котельная, там, завод, там, или еще что-то. Поэтому я предлагаю, вот эмоциональная плоскость – это одно, а мы все-таки будем говорить профессионально. То есть, есть механизм, включающий проект, дальнейшую эксплуатацию, общественный контроль, который предполагает вот эту боязнь перевести в плоскость понимания процесса и всех страхов снять, для того, чтобы всех страхов снять. То, что касается контроля, мониторинга тех выбросов, там, скажем, образующихся отходов и сбросов при эксплуатационных уже в период времени, то здесь, значит, я думаю, что предприятие попадает в первую категорию, всего градаций 5, самые серьезные, самые сложные – это первая категория. И законодательство, ничего не придумывая, взяв за образец уже западный опыт, говорит о том, что предприятие первой категории должно быть оснащено приборами контроля выбросов в атмосферу уже на трубе, на источнике, что предполагает уже такой конкретный показатель, по которому можно проверять, есть ли превышение или нет. Есть одно «но», оно достаточно серьезное, большое. В автоматическом режиме вот эту диоксиновую группу, ее мерить нельзя. То есть, там будет мериться определенный перечень веществ, достаточно нехарактерный, но людей и нас беспокоят. Замеры именно вот этой диоксиновой группы. Методика замеров есть, я думаю, Тревхат Раевич может отдельно эту уже методику как бы обсудить и объяснить. Очень жесткий показатель, то есть вот для понимания, диоксиновая группа – это цифра, которая, значит, с 10 минус в 12 степени. Есть сложность замеров, но при этом мы говорим о том, что те аккредитованные лаборатории и та научная база Казани позволяют нам говорить с уверенностью, что мы это можем мерить. И заказчику уже сейчас говорим о том, что целесообразно это делать, но не реже, а раз в квартал. Лучше будет это раз в месяц с максимальным преувеличением общественности, чтобы люди видели, вот отбор пробы, вот анализ, превышения нет. Более того, есть опыт проектирования, строительства и эксплуатации компании Танека, нефтеперерабатывающего завода, когда же опять используя западный опыт, компания пришла на площадку и сделала такой срез, что касается атмосферного воздуха, почвы, растительности, для того, чтобы потом уже запустив предприятие, мониторить, ухудшилась среда или не ухудшая. Не ухудшилась. Говоря о диоксинах, основная нагрузка и опасность для человека представляют это уже не из-за атмосферного воздуха, а вторичное загрязнение. То есть вывросы, окладываясь в почве, попадая в растительность, скажем, в пищевую цепочку, потом уже через молоко, через мясо могут попасть человеку. Поэтому важно посмотреть, с учетом того, что близость к Казани-Урксинтезу промышленных предприятий, а что на сегодня там есть, есть ли какие-то превышения в почве. Могу добавить, что у нас уже два года работает автоматическая станция контроля загрязнения атмосферы около майского. Есть специфика как раз Казани-Урксинтеза, мы там меряем фенол, ни по одному из загрязняющих веществ превышений мы не отмечали. То есть я могу сказать, что часть атмосферного воздуха достаточно спокойная ситуация. Да, есть, наверное, какие-то залповые выбросы, может быть, есть нарушения со стороны предприятия, но это уже задача госорганов, госнадзора для того, чтобы понять, выявить эти источники и их минимизировать, а лучше ликвидировать. Интересно, как будут захораниваться зола и шлаки в результате работы этого предприятия? Пойдут ли они на стройматериалы? Вообще, инвесторы, по-моему, говорят, что они это планируют. Если это планируется, то, наверное, нужно будет построить еще одно предприятие, которое будет перерабатывать эту залу. Да, мы заказчику этот вопрос задаем, поскольку эти цифры известны. 10% залы — это третий класс опасности, ну, минимально третий. И шлак — это четвертый, пятый класс опасности, 30%, то есть достаточно большие цифры. И идти на то, чтобы говорить, там, скажем, строить термический завод по обезврежению отходов и потом просто захоранивать, было бы неправильно. Здесь затраты заказчиков предполагаются с тем, чтобы использовать, как они называют, технологии «Карбон-8». Подробностей я на ней останавливаться не буду, поскольку пока не видел проекта с методом документации. Но суть такая, что западный уход показывает, что путем работы с залой механизма осеклования, цементирования — это все, я думаю, точно не в жилой застройке, конечно, а в дорожной строительстве и промостроительстве это можно использовать. Но опять же, пройдя все необходимые процедуры экспертизы, сертификации и так далее. Вот интересно. Предприятие, соответственно, по переработке, конечно, это как отдельное должно быть. То есть, планируется, да? Да, да, конечно. Говорилось тоже, по-моему, на пресс-конференции, что планируется внедрить нулевое захоронение. Вообще вот это вот возможно, нулевое захоронение внедрить в Татарстане? Ну, давайте я вам вопрос задам. Как вы воспринимаете нулевое захоронение? Ну, что весь мусор будет отправляться на полигоны, не будет, вернее, отправляться на полигоны. И все будет сортироваться, перерабатываться. То есть, это возможно вообще? Нет, это невозможно. Это невозможно. Почему? Потому что, просто глядя на опыт западных стран, мы видим, что Германия это 60%, там, где-то в Италии чуть пониже, в Америке, везде по-разному. Сейчас информация поступила, что огромный объем мусора вывозился в Китай. Китайская народная республика приняла решение отказаться от объемов принимаемых отводов. И сейчас западные страны задумываются о том, что делать с теми отходами, которые они вывозили. Ну, такое резкое решение, неожиданное для Европы было. Поэтому давайте будем реалистами, стремиться нужно к максимальному, конечно. Но смотрите, что такое 100% или сколько-то максимальных процентов обращений с отходами, которые предполагают использование их обратно, скажем, в народном хозяйстве. Это ведь в первую очередь я начал говорить про раздельный сбор, а огромной работой нам всем предстоит задумываться о том, чтобы не образовывать отходы. На сегодня мы идем в супермаркеты, в магазины и не задумываемся, когда нам дают бесплатные пакеты, мы их берем, а это миллионы, десятки миллионов пакетов. Везде есть уже супермаркетных рекламы. Я наблюдаю о том, что приходите, покупайте многоразовые сумки, используйте биоразлагаемые пакеты, но население массово этим не пользуется. И один из положительных моментов обсуждения завода по термическому обезвреживанию отходов, я для себя вижу, что это, в принципе, радует, что люди начали задумываться. Я встречаюсь с многими людьми и говорят, да, мы готовы. Мы готовы к двухвертному разделению. Очень отрадно, что молодые люди готовы не брать пакеты, которые им предлагают, а прийти с сумкой и не стесняются от этого. То есть нужно еще и отходов меньше образовывать для того, чтобы потом не мучиться с проблемами переработки. А это реально можно сделать. Вот реальная цифра, реальная абсолютная цифра, это, я думаю, если мы на 15% выйдем, на 15%, это то, что мы будем извлекать. Это реальная цифра. Смотрите, какие даты и какие сроки перед нами стоят. Завод должен быть построен в 2022-2023 год. И вот вместо того, чтобы просто призывать, там он будет или в другом месте будет, мы здесь и не противопоставляем полигонному захоронению, потому что восточная зона, она без термического обезврежения, там полигонное захоронение у нас будет. И, соответственно, и там, и здесь раздельный сбор должен быть. То есть, завод должен в 2022 году быть построен. Вот здесь и жители Зеленодольской, и Казани, и, в принципе, всей республики должны быть нацелены на то, чтобы вот за этот период времени нам все вместе нужно научиться заниматься раздельным сбором. Люди на сегодняшний день, вот я считаю, уже готовы. Сейчас осталось дело за малым. Но уже в очередной раз, чтобы у нас просто эта какой-то акция не закончилась, региональный оператор, придя на рынок в республике, уже должен там, а, такой пример есть в Саранске, обеспечить необходимыми контейнерами. Люди ведь что говорят? Мы разделяем, а выводится все на полигон. Ну, то есть в одну кучу. Не правда, если организовать раздельный сбор из четырех контейнеров будет там органическая часть, все остальное. Ну, так структура выглядит, что где-то 15-20% органиков, все остальное, к сожалению, упаковка, да? Если все это вывозить отдельным мусором уже в те точки бизнеса, которые имеют точки роста, то это все реально, ну, не 10, не 15 лет, но за 3-4 года это можно сделать. То есть вот 85% они куда пойдут? В Казанской зоне? Да. Термическое обезвлевание зоне. Да. Вот мы говорим, что завод — это финал всей этой цепочки, а вот как действительно людей приучить к этому раздельному сбору мусора? По-моему, культура у нас еще не сформирована. Не нужно делать из этого вот проблему. Мы так обсуждаем, что это... Сейчас мы завтра запускаем людей куда-нибудь там на Марс. Ничего сложного в этом нет. Условия нужно создать для этого. То есть человек, выходя, понимает, что он выкидывает там один пакет сюда, один сюда. Это несложно. Вот за сортировку мусора будет отвечать региональный оператор, а участие властей региональных будет в этом какое-то? Нет, вот смотрите, когда спрашивают там, значит, а кто занимается отходом, у большинства населения понимание о том, что отходами занимается, будем говорить, советская власть, значит, муниципальная или республиканская. На самом деле сюда уже давно пришел бизнес, и региональный оператор, придя, он должен выстроить всю систему раздельного сбора. За муниципалами остается только подготовка площадок в контейнерах, это по 131 закону. Все остальное делает бизнес. Он собирает, сортирует, вывозит, дальше занимается залой, шлаком и так далее. Часть республики, извиняюсь, по строительству завода, там, насколько я понимаю, подводка неких коммуникаций, там, скажем, водоснабжения, водоотведения и так далее. Вообще, как будет проводиться оценка влияния этого завода на окружающую среду, именно здоровье людей? В Казани сегодня в Министерстве экологии и природных ресурсов Республики Татарстан по взаимодействии с нашим институтом проблем экологии и недропользования Академии наук Республики Татарстан внедрена и успешно используется система сводных расчетов загрязнения атмосферного воздуха города Казани от стационарных и передвижных источников загрязнения. Сегодня создана база, нанесенная на картографическую основу, то есть используется геоинформационная система. И все источники, функционирующие на территории муниципального образования города Казани и прилегающих территорий, учтены в этой базе. Все заводские трубы, все прочие стационарные источники загрязнения атмосферного воздуха. Также учтен вклад автотранспорта, который сегодня тоже является существенным. Эта система сводных расчетов загрязнения атмосферного воздуха позволяет оценить воздействие любого имеющегося и любого планируемого для ввода на окружающую природную среду. В том числе планируется использование этой системы при определении оценки воздействия на окружающую среду предполагаемого для строительства мусоросжигательного завода, о чем мы сегодня говорим. Мы уже имеем оценку воздействия и нагрузку по загрязняющим веществам. И проведены так называемые расчеты рассеивания загрязняющих веществ, получены концентрации по всем загрязняющим веществам, выделяемым этими источниками загрязнения. И имеется изолиния концентрации по всей территории. И вновь появляемые источники загрязнения атмосферного воздуха, в том числе такие, как мусоросжигательный завод, они могут быть учтены и будут учтены. И в том числе будет оценено их дополнительное воздействие. И только при условии соблюдения всех экологических и гигиенических нормативов будет допущено введение в строй этого вновь появляемого источника загрязнения. То есть процедура оценки воздействия абсолютно такая непосредственная и позволит максимально достоверно оценить воздействие нового источника. Можно ли разничать какие-то мифы вокруг завода? Допустим, люди думают, что диоксины вызывают рак. Диоксины действительно вызывают рак. Эти опасения способствуют появлению онкологических заболеваний. Но при этом надо помнить, что наряду с этим это и употребление алкоголя, и табак, и курение, и малоподвижный образ жизни, и стрессы, и излишний вес. Диоксины — это все тоже те факторы риска, которые вызывают и сердечно-сосудистые заболевания, в том числе и онкологические заболевания. Это ответ простой. Развенчивый миф о том, что диоксины не вызывают рак, никто не берется. Ни медики, ни химиники, ни физики. Это факт, и с этим нужно не то что смириться, а это нужно понимать. И добиваться от заказчика максимальную очистку от этих загрязняющих уществ. Это мы как раз сейчас и обсуждаем. С точки зрения оценки воздействия на стадии проектирования, то, что вы вопрос задаете, жители шокер учатся в атмосферный воздух. Сама процедура оценки воздействия строится таким образом. Либо берется аналог. Аналоги есть. То есть уже понятны те вещества, которые выбрасываются, понятны те характеристики температуры газовоздушной смеси, скорость и так далее. И есть некий программный комплекс, который позволяет с помощью просчета машины понять, где на каких расстояниях концентрация. Можно взять за аналог, когда мы говорим выезд населения в Москву или за границу куда-то. Одно дело посмотреть, другое дело, люди говорят, что белый дым – это ничего не значит. Или вообще отсутствие дыма. По крайней мере, мы предлагаем с помощью лаборатории на московском заводе, за границей, я думаю, тяжело будет сделать замеры. К примеру, там есть наши коллеги из Московского мониторинга, это московское правительство. И всю процедуру анализа, она достаточно сложная, но ее можно оследить, посмотреть, и населению показать, что да, вот такие-то вещества есть, да, на границе с электрозащитной зоной там превышений нет. Мы во все это тоже должны поверить и готовы максимально с людьми этим вопросами заниматься. Вот люди тоже опасаются, что у системы газоочистки этого завода не будет улавливать всех вредных веществ. Не будет выбрасывать все загрязняющие вещества, улавливать, не будет сто процентов, улова не будет. Я думаю, что ни одна очистка это не позволяет, но максимальную очистку, которая, смотрите как, когда мы говорим, например, об экологическом виде транспорта, да, есть водородные двигатели. Почему мы не ездим на этих машинах? Ответ какой? Есть понятие экологии, есть понятие экономики, да? Здесь то же самое. Вот на сегодня те технологии, которые позволяют максимально очистить, в Германии это пятиступенчатая очистка. Это физико-химические, там, скажем, это активированный уголь, это даже вплоть до того, что и дожиг отходящих газов. Много разных систем, которые путем их внедрения показывают о том, что главная же цель какая? Главная цель показать и доказать людям о том, что там, где жилье, там нет тех выбросов, которые будут негативно влиять. Естественно, автомобиль, двигаясь, работая на двигателе внутреннего загорания, тоже выбрасывает вещества, при том, что есть катализатор. Поэтому я думаю, что можно ответственно заявить о том, что максимально очистки, полной очистки не будет, но максимально очистка быть должна до нормативных значений. Вот тоже такой вопрос. Существует мнение, что подземная концентрация диоксинов в воздухе безопасна только на расстоянии десятков километров. На каком расстоянии все-таки будет находиться этот объект? И действительно ли необходимо такое большое расстояние, чтобы уже безопасные зоны? Ну, смотрите как. Есть интернет, есть нормативные требования. Вот то, что сегодня заказчик представил, то, что мы сейчас пытаемся объяснить расчетами рассеивания по аналогии с московским заводом, те мощности, которые примерно сопоставимы, даже московские, больше проектируемы, насколько я понимаю. Там на расстоянии 500 метров, полторы, два и километра были сделаны расчеты рассеивания. Если предельно допустимые концентрации, как я уже сказал, 0,5 на 10 минус 12, это те концентрации, которые мы должны обнаружить, и их не должны... не так... те концентрации, которые не должны быть на границе центральной защитной зоны, то расчет рассеивания показал, что 0 и 2 нуля после этого от предельно допустимых концентраций будет давать предприятие. То есть это цифры, которые, ну, вообще трудно для восприятия, поэтому... Да, проще сказать, можно? На каком расстоянии безопасно жить от этого завода? На 500, расчет показывает, уже безопасно метров, и полтора, и два километра безопасно. То есть на расстоянии 500 километров, полтора километра, два километра и далее расчеты рассеивания показывают, что при соблюдении всех проектных требований концентрация диоксина, в частности, будет составлять 0,01 от предельно допустимой концентрации. 0,01 от предельно допустимой концентрации. Будет ли чувствоваться неприятный запах? Нет. То есть этого не стоит опасаться. Еще есть опасения у людей, что, возможно, на заводе будут перерабатывать батарейки, ртутные градусники, еще что-то опасное. Я думаю, что и наша встреча полезна, и с населением встреча полезна. Объясню почему. С 2006 года, могу сказать, вместе с Ревкатраэльичем мы на площадке Нижнекамской, когда была поставлена задача глубокой переработки нефти. То есть республика добывает много, необходимо перерабатывать для того, чтобы получать максимальную прибыль от всего этого. И когда мы заходили на площадку, население пугали о том, что будет построен ртутный завод в Нижнекамске. Разные небылицы ходили. Что мы имеем на сегодня? Мы имеем предприятие Танека, о которой мы точно с гордостью можем говорить, что примены наилучшие доступные технологии. Как пример приводим о том, что там происходит улов серы, получаем чистую серу, всегда показываем, и это не показуха, это нормальный технологический процесс, который улавливается. В противном случае на предприятиях, скажем, не аналогичных, а со старой технологией, серы бы не улавливались, это выбрасывалось в атмосферу, соответственно, было бы в легких населениях. Миф был развеян, на предприятии выезжали, люди убедились, что самая глубокая очистка воды, самая хорошая очистка атмосферного воздуха, самый лучший мониторинг. Сделаны анализы пробы Калитле, Иштирякова, и рядом населенных пунктов, и с населением показывали, что превышения нет. На сегодня мы тоже готовы, у нас есть передвижная станция, есть автоматическая станция контроля загрязнения атмосферы, выезжать и в дневное и ночное время, то есть когда пахнет арксинтез, у нас по народному контролю это уже отработано. Есть какие-то неприятные запахи, там, я знаю, от птицы фабрики, выезжать, смотреть, анализировать, показывать, обратить внимание в сторону и предприятий, если есть нарушения, и с ними уже работать. Такая практика в Нижекамском промышленном узле была сделана. То есть Танека, войдя на промплощадку, в целом, за счет того, что другие предприятия внедряли технологию, не увеличила общий объем выбросов и, соответственно, не увеличила нагрузку на окружающую среду. То есть практика внедрения серьезных предприятий, а Танека точно более серьезные предприятия, чем мусоросжигающий завод, она в республике есть. И ученые есть, и наука есть, и специалисты есть. А в чем проблема диоксина фурана? Почему людей это пугает? Потому что, а, канцероген, б, обладает такому любящим воздействием. И поэтому, конечно же, здесь должен быть мониторинг еще и пищевых продуктов. То есть вот то, что беспокоит совхоз Майский, естественно, там, вот тут уже взаимодействие с заказчиком должно быть. Как показать так, что никакого воздействия от помидора и грубой ли огурцы едят жители Казани, не только жители Казани, что отрицательного воздействия предприятия этого нет? Это уже задача, я думаю, совместно и совхоза Майский, и заказчику выстроить такой мониторинг, чтобы показать, что опасений в данном случае нет. То есть батарейки привозиться не будут для работ? Долго объясняем, батарейки не будут привозиться. Вот если вы не будете выбрасывать батарейки, они там не окажутся. Но здесь... Проблема, сейчас я здесь, проблема батареек ртутных лап и вот диоксинов и фуранов, почему это все воспринимается хорошо? Она простая, вот батарейки ртутной лампы. Как решается этот вопрос батарейки ртутной лампы? Батарейки опять нужно создать условия для того, чтобы было куда сдать. Вот наш опыт в министерстве стоят контейнер, не поверить, приезжают и детские сады, и пенсионеры и говорят, здорово, нужно больше. Вот нужно больше. То есть собрав батарейки, ты не должен задумываться, куда ты должен их везти. Люминистерные лампы к счастью уходят, приходят уже альтернативные. Градусники ртутные уже уходят в небытие, поэтому эта проблема есть, но она не самая страшная. Естественно, про батарейки скажу, что на завод они, конечно, не должны попадать и для этого опять же и региональный оператор, и население, и Министерство экологии, и наши коллеги из Минстроя как раз должны людям говорить о том, что этим нужно заниматься и самое главное дать возможность людям выбрасывать, куда выбрасывать эти батарейки. Все. Они же пока в другой регион развиваются, да? Они выводятся в другой регион, но недавно читал, есть желание нижнекамских предпринимателям на промплощадку зайти или в Челнах, я не помню, сейчас сделать. У нас будет встреча на следующей неделе с курганскими предпринимателям, которые готовы прийти на один из парков республики для того, чтобы перерабатывать батарейки. Но начинаешь задаваться вопросом, а насколько это интересен бизнес, с точки зрения сбора бытовой батарейки не очень интересный. Он говорит, я захожу на переработку промышленных объемов, а уже второе, это как социальный проект для меня. есть желающие, будем максимально создавать условия. И вот опять же региональный оператор, он эту всю цепочку должен видеть. Здесь собрали, здесь переработали, если сами не создают, давать условия для развития бизнеса, который этим будет заниматься, целая отрасль. И сроки у нас достаточно сжаты, если мы на 22-й год хотим построить предприятие, в которое не будут попадать батарейки, ртутные лампы и все остальное, что нежелательно подвергать термическому обезвреживанию. Есть ли у нас в Республике подходящие кадры для работы на такой образовательной технологии? Республика расскажет про кадры. Республика имеет положительный опыт внедрения новейших технологий, то, что уже Рустам упоминал, например, это Танека, которое предприятие по переработке нефти и глубокой переработке нефти функционирующей на территории Нижнекамского промышленного узла. И это предприятие отвечает всем сегодня принятым наиболее строгим международным стандартам, в том числе и в области обеспечения экологической безопасности. Этот факт общепризнан и демонстрирует возможность, умение и наличие в том числе и профессиональных кадров, способных обеспечить весь процесс переработки, весь процесс эксплуатации соответствующего сложного оборудования. Там все автоматизировано, оцифровано, и все процессы управляются из единого центрального диспетчерского пункта. И это является доказательством того, что такие кадры способны решать намного более сложные задачи в республике. Другой положительный пример это Аммони в Менделеевске, тоже новейшее производство, тоже отвечающее самым строгим международным стандартам в области экологической безопасности и тоже подтверждающее наше умение как построить, так и ввести в эксплуатацию и обеспечивать эксплуатацию в соответствии с новейшими строгими требованиями. Уверен, что такие кадры способны обеспечить эксплуатацию оборудования мусорожигательного завода в республике безусловно найдутся. Возвращаясь к вопросам государственной экологической экспертизы, которая обязательно предстоит как проекту по оценке воздействия на окружающую среду, так и самому техническому проекту и технологическому проекту, то в республике сегодня достаточно квалифицированы кадры и с точки зрения физико-химии, технологии, способные провести глубокий анализ предложенных проектов и сказать безопасно это или небезопасно. А государственная экологическая экспертиза, как я уже говорил, она обязательная процедура для этого предприятия и для любых предприятий вообще, и мы уверены, что она позволит получить объективные данные. Сам механизм экологической экспертизы, он более жесткий, чем на Западе. все процедуры и учет общественного мнения. Боятся, боятся, боятся вас. Люди боятся, не верят, не думают. Наша встреча, мне кажется, как раз для того, чтобы донести до населения очень большая масса сомневающихся, очень много мифов, очень много правды, которые нужно доносить. и я думаю, мы как раз на стороне получается, должны выступать людей, для того, чтобы объяснить людям, показать, что сама процедура, сейчас пока по процедуре говорим, она предполагает учет общественного мнения, все мифы, которые возникают, там будет 25 или 30, на каждый вопрос должен быть ответ. Сам принцип экологической экспертизы, он основан, там их много, я назову несколько из них, первое, презумпция экологической опасности, то есть любой эксперт, приступая к рассмотрению проекта с методом документации, он сразу не то, что не верит, он сразу сомневается, он задает вопросы, так устроен эксперт, и задавая вопросы, он должен получать ответы, это первое. Второе, научная обоснованность о том, что мой коллег говорит, то есть в любом случае, здесь эмоций уже не будет, здесь есть вопрос, и научно обоснованный ответ, почему это вот так вот, и почему там, опять же, не стоит бояться. Третье, это ответственность экспертов, включая уголовную, то есть если он, например, что-то сокрыл, что-то не выявил, что-то умышленно не показал, это ответственность экспертов, да, и самое главное, это учет общественного мнения, поскольку закон был давно написан, забытой формулировкой, гласность, да, но уже этот термин забыли, тем не менее, гласность и учет общественного мнения, вот те принципы, на которых строится экологическая экспертиза, поэтому, если эти принципы будут соблюдены, нужно, понятно, что тяжело, например, на сходе граждан разговаривать с 500-1000 людьми, которые национально настроены, к сожалению, не всегда слышат, да, поэтому мы предлагаем о том, что должна быть некая экспертная группа, врачи, да, учителя, да, мы верим, что и в Асьеново, и в Занадовске, в Казани есть квалифицированные кадры из людей, которые искренне обеспокоены этим и хотят услышать многие вещи, если мы говорим о том, что, да, завод Дубит, но не здесь, но это не позиция, да, значит, не в Асьеново, не в Залесном, а где, а где-нибудь, но так не бывает, в любом случае должна быть альтернатива, и я думаю, что в республике нет той территории, где бы не было населенного пункта, который не скажет, я не хочу. Задача увидеть, что это место оптимальное, еще раз, с экологической точки зрения, потом уже технологии, потом экономика и так далее, увидеть, понять, что там никаких нарушений не будет, превышений не будет, и дальше идти по пути того, что выстроить мониторинг нормальный, выстроить общественный контроль нормальный, я думаю, что это должен быть одним из первых объектов, который тяжело, наверное, но где-то к общему знаменателю должно прийти, для того, чтобы в первую очередь людей успокоить, их убедить, потому что экологическая безопасность данного предприятия, данной территориальной схемы обращения с отходами, это сегодняшний день, других альтернативов, вариантов нет, и заказчик в данном случае должен проникнуться этой темой и понять, что в республике, если что-то строится, должно быть самое лучшее, самое современное, и очень хорошо, что население поднимает вопрос для того, чтобы и общественный контроль был, зачастую предприятия упрощают ситуацию, там, ссылаясь на закон, один раз в три года к нам не заходить, это не тот случай, население должно быть убеждено, что все нормально будет, естественно, как ученый, как житель, особенности, я все время говорю, особенности национальной, нашей экологической политики, мы все на одной подводной, вот такие, никуда мы не уйдем отсюда, есть процедура, в которой, значит, люди задают вопросы и получают ответы, она есть, на самом деле есть, есть процедура контроля за строительством эксплуатации в дальнейшем, и это тоже должно быть прописано, и предприятие, в данном случае, будь то региональный оператор, кто будет строить, эксплуатировать, еще раз, должен понять, что он находится в республике, самый жесткий контроль со стороны власти, самый жесткий контроль со стороны общественности, поняв это, будут заложены самые лучшие технологии уже при проектировании строительства и так далее, чтобы не было так, что, ай, мы здесь сэкономим, нет, однозначно нет. Полная и достоверная информация о республике Татарстан. Информационное агентство Татаринформ.